Школьный звонок и национальный гимн Украины уже совсем скоро прозвучат в первой подземной школе в Харькове. Она фактически готова к началу обучению детей. Строительство нового учебного заведения в виде укрытия в городе, который постоянно находится под прицелом российской армии, начали осенью прошлого года. Спустя семь месяцев все готово для занятий. Здесь все меры безопасности предусмотрены. И вентиляция, и тепло, и противопожарная сигнализация, и система оповещения есть. Все мероприятия по госнормам, по последним госнормам. Эта школа безопасная. Я горжусь, что у нас построено такое укрытие, такая школа для наших детей. И она пользуется очень большим спросом среди населения района. Игорь Возный, директор одной из школ, которая пострадала в результате обстрела в феврале и марте 2022 года, рассказывает. Ученикам их учебного заведения выделили один из классов в школе укрытия. Родители сразу согласились на перевод. Родители интересуют в первую очередь восстановление учебного процесса в обычном офлайн-режиме. Наша школа, к сожалению, очень пострадала от обстрелов. И мы не имеем возможности принимать детей. И дети два года не были в школе. Они не знают, что такое учебный процесс, не знают, что такое живой учитель. Не на экране, а лицом к лицу. Они не знают, что такое школа. Поэтому родителям очень важно, чтобы дети почувствовали, что такое школа, школьная жизнь, что такое классный руководитель и вообще, что такое обучение. В подземной школе укрытия 20 классов. Она рассчитана на 450 детей. В две смены ее смогут посещать 900 учеников. В этом месяце школу уже начнут посещать 600 учащихся, чтобы в безопасности завершить учебный год. У нас информатика преподается, начиная со второго класса. Поэтому и дети начальной школы могут заниматься в этом кабинете. И дети средней школы, и старшие школы тоже могут здесь работать. Но этот класс может использоваться не только как кабинет информатики. Он может использоваться для проведения уроков, для аудирования, для очень многих предметов. Поэтому он является актуальным. В связи с тем, что у нас очень много и кибератак, и ПСО, которые у нас очень часто в Харькове. Поэтому данный предмет очень важен для изучения. Расписание в этой школе составили так, чтобы комбинировать занятия в укрытии и онлайн. Ежедневные уроки в этих классах будут посещать лишь первоклассники. Елена Полозова – зауч Харьковского лицея номер 70. Вместе с коллегами она подготовила класс для уроков младшей школы. Говорит, уже известно, что первый урок будет чтение. У нас начинается новая тема. Дети научились читать, из чего мы начинаем, с украинских сказок. И вы видите, мы приготовили для них знакомство с украинскими сказками. Это первое, что они начинают читать на украинском языке. На строительство подземной школы было выделено 58,8 миллионов гривен из городского бюджета Харькова. Учреждения, как укрытие, решили строить сразу после того, как запустили проект «Метро-школа». Сейчас на пяти станциях метро обучается более двух тысяч детей. И новых учеников туда уже принять не могут. Поэтому проект старались подготовить как можно быстрее. Она построена и разработана по всем новейшим условиям, которые нужны во время войны. Мы получили эти ГСН, и после чего был разработан проект, и по этому проекту она построена. Что касается того, когда она начнет работать, в кратчайшие сроки мы получим все разрешения и начнем. Первые занятия в школе укрытия планируют начать уже со следующего понедельника. Также во время строительства проводился набор учащихся на новый учебный год. Рассчитывает укомплектовать восемь первых классов. По словам городского головы, подобные подземные школы должны появиться в каждом из девяти районов Харькова.